Добрый день, с вами Максим Чех. Извините, что больше месяца, наверное, не было видео у меня на канале. У нас просто в этом семестре жесть какая-то. Вот из тех трех семестров, которые я как бы отучиваюсь, этот самый тяжелый получается по учебной нагрузке. Как-то так получилось, что у нас практически каждую неделю происходит тест. На этой неделе мы писали тест по мотоанализу, на предыдущей мы писали тест по физике, про которую я сейчас расскажу, потому что у меня с физикой, как обычно, проблемы. Перед этим мы писали тест по сетям, цепям электронным, электрическим, перед этим по сигналам и системам, перед этим еще какой-то тест, перед этим еще... В общем, короче, каждую неделю тест по играм, тест по тому, тест по тому, тест. И у меня как бы ситуация в этом плане еще даже лучше, чем у моих одногруппников, потому что те, кто пересдает предметы, которые они завалили в первом году, у них еще к этому наверх добавляются тесты по логике, по программированию, а кто-то вот наоборот взял себе предметы из будущей программы, статистику в частности. Я сниму, наверное, капюшон. Те, кто сдают статистику, у них еще и тесты по статистике, в общем, короче, жесть какая-то. Не успеваю по учебе немножко, ну так, на грани, на грани. Физику. Физику я написал на 28 из 50 с первой попытки. Буду переписывать, потому что, ну, я просто не знаю. Я в этот раз подготовился хорошо по физике. Я решил все примеры. И, кстати, я обещал задачи по первой физике, будут еще и задачи по второй физике. Они у меня на канале пригодятся. Рано или поздно, так или иначе. Я перерешал все задачи, там, кроме буквально 4-5 из целого сборника. И задачи я решил хорошо за задачи. Я получил 18 из 20. И по теории я хорошо подготовился. Я подготовил ответы по всем вопросам, которые были опубликованы у нас на сайте. Но у нас был неполный список вопросов. Частично вопросы были из этого списка. Частично из конспектов, которые я плохо записал, частично я просто забыл. То есть там какая-то банальная вещь, например, по термодинамике был эквипротичный ТРМ по-чешски. О том, что в системе частиц на каждую степень свободы частицы приходится энергия, которая равна 1,2 умноженная на температуру, умноженная на константу Больцмана. Я это помнил, эту формулу, я забыл, как она называется. Потом очень много теоретических вопросов я как бы я знал, я их написал. Но мне их не зачли, потому что я нарисовал в правильном расположении, и мне не поставили балл за то, что я не подписал, где что. Окей. Но я все это возьму во внимание, я еще очень хорошо подготовлюсь, и я надеюсь, я получу как минимум 40 в следующий раз по этому тесту, потому что это как бы дичь. То есть, ну, в этот раз будет обидно, если я сдам там на С, не получу хотя бы Б, потому что я как бы, ну, если за физику первую мне было не обидно, я ее реально плохо сдал, знал и плохо готовился, то тут я хоть как бы, ну, вложился, инвестировал, инвестировал свои нейроны, мозга своего инвестировал, и ничего не получилось. Кстати, хочу передать, вы знаете, кому привет, большое спасибо за еду и за новогодний подарок, очень приятно. Поел от души на халявыча. Спасибо. Вот, что еще происходит? Покажу, наверное, вставочку из игры, в каком виде она у нас сейчас существует. Игрой законченной ее сложно будет, конечно, назвать к моменту сдачи, но хоть что-то, хоть как-то. Я, конечно, выполнял меньше работы по игре, чем напарницы мои, но как бы они на меня не сильно, надеюсь, взлятся. Последние две недели никто из нас почти ничего по этому не делал, потому что у всех тесты, у них там какие-то они делали сегодня операционные системы, математика, программирование, алгоритмизация, в общем, жесть. По расписанию, судя по расписанию, следующий семестр должен быть легче. Я еще раз не рекомендую никому брать тяжелые предметы в этом семестре, потому что я все-таки с играми немножко протупил, я мог бы больше времени уделять, ну и плюс работа. Такое, в общем, звучит, как будто я жалуюсь, но на самом деле нет, потому что интересно. Я наконец-то понял, как работают операционные усилители, модель идеального операционного усилителя. То есть я благодаря предмету цепи электронной, благодаря тому, что у нас тесты и все вот это, я понял наконец-то, как меряется, как бы, ну я понимал там формулы, законы Киргофа, но у меня была проблема типа как бы с какой стороны плюс, какой минус, грубо говоря, да, то есть как правильно, вот когда ты обходишь там, например, цикл в цепи, где плюс, где минус, как бы знаки. Вот я со знаками разобрался, и сегодня я сел, на следующей неделе будет, то есть на этой неделе будет тест по Матану, на следующий тест по цепям опять перед Рождеством. И наконец-то понял, как это работает, как обратная связь, что, где, фух, это очень приятное чувство, когда и что-то как бы ты понимаешь, потому что я до этого всю жизнь просто смотрел на треугольничек типа и чё, напряжение, там разница напряжений на входах поддерживается равной нулю с обратной связью, и чё, где, как, то к нулю, я этого не понимал, теперь понял. Вот, ну в целом как бы посыл видео получается такой, что я жалую, что все плохо, но на самом деле нет. Через неделю, то есть получается, эта неделя будет последняя, сегодня среда, я не знаю, сегодня загружу или завтра, следующая неделя в этом году последняя, потом у нас неделя каникул, и учеба продолжается со 2 января, и там надо будет уже сдавать, надо будет сдать одну домашку по логическим системам и процессорам, которые я только начал делать, но я не думаю, что там сильно сложно, вроде как у меня. На ноутбуке работают все программы, там получается на весь дел, надо будет написать код схемы на FPGA, которая там изображает флаг, как бы вроде как ничего сложного. По игре надо делать, чтобы как бы не пропали все старания, то есть чтобы мы получили зачеты, там, B или A хотя бы, хотя бы хорошую оценку, чтобы получить за эту игру, потому что, ну хоть она как бы и не совсем полноценная игра, но все равно время вложено, какие-то, в принципе, мы выучили, что-то сделали, Unity, интересно. Да, показываю вставку из игры, вот, я не знаю, наверное, голос мой будет поверх, вы видите, что тут уже можно очень красивое небо, девочки сделали или скачали, не знаю, можно убивать Баобабы, тут будет еще лава, за флор из лава, perfect English, как говорит один видеоблогер. На второй планете у нас будет лабиринт с овечками, на третьем будет сражение с тенями, то есть такое. С нового года я заселяюсь в квартиру, я не помню, говорил я это на канале или нет, мы с женой будем снимать квартиру, она сейчас ждет подтверждения по визе, я надеюсь, что все получится, и мы будем жить в маленькой, уютной однокомнатной квартирке, где-то в полчаса езды от Дэвидс, там новое здание, то есть получается до нас никто в этой квартире не жил, и мы снимаем, ну у нас заключен договор аренды, и это сам застройщик сдает квартиры, то есть они решили не продавать, а сдавать их. Посмотрим, посмотрим. По деньгам немножко будет накладно, но я думаю, что у нас все получится. Так, в целом, я в этом семестре немножко социализировался, то есть потому что я весь первый год просто сидел, типа, ну там с краешку и ни с кем не разговаривал, сейчас хоть там с парой ребят разнакомился, так что если кто-то смотрит, чао-чао. Такое, приезжайте в Чехию учиться, это обалденно, это круто. Очень-очень-очень доволен качеством образования, то есть вы видите, что меня никто не заставляет это говорить, как бы у меня уже есть опыт обучения у себя дома, и сравнивая это как небо и земля, я очень доволен. Да, извините, какие у меня жалобы, жалобы на учебу. По цепям мы написали тест, первый раз он проверял нашу письменную работу две недели, хотя обычно все проверяют за неделю, физика там 16 вопросов плюс 4 задачи, то есть длиннющая там такая фигня, на 4 или 100, на 5, у кого-то больше, у кого-то меньше, их проверили спокойно за неделю, а этот персонаж проверял первую письменку две недели, а вторую типа три недели, и при том, что там буквально две задачки, каждая там на полустраничке А4. Да, вот совет, полезный совет. Всегда проверяйте то, как преподаватель проверил вашу работу, и если у вас что-то там не сходится, то спрашивайте, может, он неправильно что-то пропустил, потому что я себе выбил полбала за вот эти вот цепи, то есть у меня было 8 с половиной, мне поставили 9, потому что в последнем задании там было типа, надо было определить характеристику, переносную, переводную характеристику, в общем, на каких частотах, как сигнал усиливается или ослабляется. И я это сделал, график немножко неправильно построил, мне за это минус балл сделали, но ответ я посчитал правильно, потому что я просто формулой воспользовался, там посчитал комплексные числа на калькуляторе, в уме, на бумажке, неважно, и написал ответ просто, потому что места уже не было. И он мне типа пишет поступ, знак вопроса, и полбала минус. Я ему говорю, какой поступ, смотрите, вот здесь отсюда я взял одно число, отсюда второе. Говорит, ну ладно, могу вам типа полбала накинуть. Сегодня по физике одногруппница смотрит свою работу, и у нее там правильный ответ, просто он не забыл баллы за него поставить, то есть ей еще два балла накинули. Считаю вот так вот. Такое, надо учиться, надо работать, надо исполнять свои обещания по поводу того, что я хочу записать видосы по физике, потому что это интересно. Всю, целый сборник, понимаете, я целый, я сидел, я реально неделю занимался физикой, то есть, ну для меня это как бы тяжело, потому что я обычно меньше уделяю времени предметам. Ну либо там в процессе семестра я как-то делаю, да, либо там за пару дней готовлюсь, а тут, ну, плохо она мне дается, ну ничего я не могу поделать. Я сидел, я решил все задачи, и я ответил почти на все вопросы и 28 баллов. Чувствуешь себя ничтожеством в такие моменты. Ладно, я думаю, этого хватит, чтобы поддерживать видимость какой-то активности у себя на канале. С вами был Максим Чех. Учитесь, не болейте. Учиться. Поехали. Продолжение следует...